Музыка Скажите про этапы работы, как это вообще делается, насколько это трудно? Ну, видите, сами наблюдаете, что то, что воруют, воруют люди, воруют очень много сворованных люков, полностью, это все, раствор замешать, новые люка, то есть песок, это постоянно жарко, не жарко, сейчас демонтаж делаем, да, ну, демонтажируем, выбиваем, там большинство, что украдено, то оно все почти снято, то есть нет вообще ничего, есть что, демонтируем, есть это, но большинство вот этого тяжело, видите, сейчас летнее, вот это еще погода неудачная такая, мы немножко делали, если вы знаете, там на 19-м Приморской, там мы тоже меняли, там погода была, конечно, немножко получше. Сейчас, ну, ремонтаж, мы выравниваем, что там, это разбираем, и потом уже ложим этот люк, и полностью зацементируем, заделываем, он закручивается, люк уже этот своровать не так уже просто, чистим, ливневкой смотрим, чистим ливневкой, если нужно, потому что там может быть всякие, но здесь не было ничего, вот в этом кидали и камни, и дрова кидали, всякие ветки, ну, все такое вот, и мы вычистили оттуда, потом выставляем люк, чтобы он был на своей плите, как говорится, и после этого раствор замешали, раствор, цемент, песок, в некоторых местах мы гранатсель использовали. А с помощью каких инструментов прикручиваются? Здесь шестигранники, закручивается люк, он плотно его, так вскрыть его не вскроешь, это что в этих люках, ну, и под зеленые, то есть красивые. А сколько нужно время, чтобы нож как-то засохнет? Ну, сколько цемент сохнет? Сутки минимум, да, если так жарко, может как раз завтрашнему оно уже высохнет. Их уже нельзя, да, они как-то снять? Ну, они просто, это пластмасс, это утилизированные идут бутылки там, это с них делают, то есть как бы пластмассом там еще с химией какой-то добавка идет. Много уже установили, да, уже тридцать, более тридцати двух штук еще, здесь уже четыре уже штуки, вот, да, напарник говорит. Тридцать четыре, тридцать штуки, это уже довольно тоже, уже немаленькие, вот. А еще где-то померете или это уже музыкантская? Пока не знаем здесь, это потом будем смотреть еще, если где-то надо, весь город, вот. Вот мы занимаемся ливневочной промывкой и установкой люков, чистим, то есть ливневка это нам, мы от бюджета города. Летом прошлого года, да и весной этого, был у нас такой массовый случай воровства люков, за раз снимали до десятка и люков и до полтора десятка, в общем, как-то было массово у нас воровали, поэтому руководством было принято решение, что на замену не покупать люки, которые представляют ценность для воров, то есть металлические, а покупать то, что ворам неинтересно, например, песчаные люки. По этому поводу городской бюджет выделило средства, и в прошлом году было закуплено 50 люков, и в этом году была закуплена вторая партия из 50 люков, которые на сегодняшний день практически все уже успешно установлены. В основном воровство проходило на первом районе, ну, наверное, самое темное, вот Приморская 19, вот этот дом, потому что за домом там очень темно всегда. Вот в основном проходило воровство там, и мы начали устанавливать именно с этого дома, и постепенно переходим в центр города. Всего за эти два года, только на замену люков ливневой канализации, было выделено около 50 тысяч гривен, это цена только закупки его. Вот в порядке эксплуатации КПМ ЖКЦ ставят эти люки, поэтому я думаю, что мы будем продолжать эту работу, и даже планово не ждать, пока люки какие-то у нас украдут, будем планово менять, а те, которые остаются, ну, уже на такие случаи несчастные, как они происходили, потому что не только воруют, бывает, что люки обламывают машины большие, крупнотоннажные, они тоже продавливают люки, поэтому очень ходовой товар люк оказывается. Работы по замене люков идут у нас в южном в двух случаях. Ну, первое, это мы меняем в порядке обслуживания ливневой канализации за средства городского бюджета, и второе, при реконструкции дорожек и скверов подрядчикам поставлена задача, устанавливать только полимер песчаные люки, ну, как антивандальные, как непредставляющие ценности, поэтому все работы, которые проводятся за счет бюджета по благоустройству парков, районов, дорожек, при этом устанавливаются только полимер песчаные люки. Сколько не может вытримать килограмм, допустим, люк? Машина может по нему приезжать? Ну, все зависит от того, какой люк покупать, значит, их несколько категорий, очень легкие для дачных участков, на которые становиться страшно на самом деле, они только для газонов и только в нежилом секторе, там, где есть хозяева, где понятно, что туда не встанут. Есть люки для пешеходных дорожек, они выдерживают там до 300 килограмм, есть люки специально, полимер песчаные люки для дорог, которые выдерживают крупнотоннажный транспорт, и часть таких мы тоже закупили и устанавливали, возле второй школы у нас есть адрес, где продавленный люк. Несколько у нас есть адресов, где мы ставили такие тяжелые, рассчитанные на то, что по нему будет есть грузовой транспорт. Вы сказали, что в первом микрорайоне, а что касается других микрорайонов, как там ситуация? Ну, начали мы с самого трудного микрорайона, с первого, потому что все отсюда начиналось, мы поставили люки на первом микрорайоне, сейчас перешли на четвертый и закончили третьим, думаю, что в следующем году мы будем выставлять уже люки на третьем микрорайоне. Вы, конечно, говорили, что у вас есть певные лимиты на установление, ну, певная колькість люк, которые вы можете установить протягом року. А чему цифра в рік на 50 штук, так? Чему самая такая цифра? Ну, 50 штук – это условно, это не лимитная цифра, она условно, сколько можно было бы потратить городу на замену люков. Люки меняются либо по факту их, скажем так, износа, да, либо, если мы говорим о плановой замене, есть норма, установленная госстроем, не более 10% от общего количества. Но мы опираемся в своих заявках, в своих заменах только по износу. Это вынужденная мера, временная вынужденная мера, потому что купить моментально люк – это никто на складе, мы все, что мы закупаем, мы стараемся выставить, не держать на складе, потому что, ну, лежащий на склад люк – это где-то открытая дырка. А процесс домонтажа на всякий день складный, затратный и все печатается в ваших процентах и выдать? Ну, зависит действительно от того места, где находится. На зеленой зоне можно поставить и несколько люков за день, потому что там не требуется специальных каких-то приспособлений. Если мы говорим о проезжей части, то люки мы меняли, ну, наверное, люк в день, потому что там заливаются и вровень с дорогой, и опалубку нужно новую укреплять и армировать, это все нужно. Это достаточно длительный процесс, и основная проблема даже не в том, что это тяжело и долго ставить. Это место нужно закрыть для прохода, для проезда, чтобы, не дай бог, в тот момент, пока цемент не встал, а цемент становится хорошо, его срок становления до 25 дней, но для схватки нужно минимум пару суток. И очень тяжело, при том, что люди редко соблюдают вот эти вот ограждающие знаки, всегда остаются какие-то следы. Продолжение следует... Продолжение следует...